Вы даже представить себе не можете, как это одинаково у всех происходит. Всем и всегда кажется, что пью вот потому что хочется. Но, как только расхочу, тут же брошу. А потом уже нет понимания того, что расхотеться-то оно не может. С точки науки более или менее все ясно. Алкоголь начинает участвовать в обмене веществ в организме, потому и испытывает пьяница постоянную в нем потребность. Иначе подохну, если не выпью. А вот по-человечески, по-житейски. Ведь это унизительно для себя самого унизительно. Чувствовать, как физически ты разрушаешься на глазах у себя же самого. Руки трясутся и силы теряешь. Однажды ты вдруг замечаешь, что те, кто вокруг, начинают тобой брезговать. И так стыдно от этого делается. Но самое страшное еще впереди. По-настоящему страшно становится тогда, когда уже и это тебе безразлично. И сужается мир до горлышка. Сначала бутылки, а потом и какого-нибудь пузырька из аптеки. Все равно какого, лишь бы на спирту. Жизнь скудеет окончательно. А лица людские, что тебя окружают, постепенно замещаются другими. И не лицами уже вовсе, а кувшинными рылами. И вдруг та женщина, которую ты нес на руках из ЗАГСа, давно уже смотрящая на тебя стеклянными глазами без выражения, вдруг говорит тебе, лучше бы ты умер. Так хотя бы воспоминания добрые остались. А их, этих добрых, с каждым днем становится все меньше и меньше. И дети твои собственные, которых так ждал и которым так радовался, стараются избегать тебя и по возможности с тобой не разговаривать. А если случается, что заговорят, то глаза прячут, потому что им стыдно. И понимаешь, что за тебя стыдно. И они не знают, как себя с тобой вести. Достоинства и самоуважение куда-то улетучиваются, как дым. Уже не стыдно стоять у магазина и клянчить мелочь. И недокуренные сигареты, брошенные кем-то мимо урны, уже поднимать тоже не стыдно. И нужду справлять на глазах у всех тоже нормально, потому что и не человек ты уже больше. А вокруг тебя люди уже не твой биологический вид. Они хомо сапиенс. Ты же хомо алкоголикус. И дома у тебя тоже уже нет. Раньше, когда ты приходил пьяным, жена раздевала и укладывала на диван в гостиной. Теперь же просто не обращает на тебя никакого внимания. И ты так и ночуешь, прислонившись спиной к стене в прихожей. А однажды дверь в дом, твой собственный дом, тебе просто не откроют. И ночь пройдет на коврике в подъезде. Спустя какое-то время и этого уже нельзя. Подвалы, чердаки, теплотрассы. Вот твое жилище. Твое и тебе подобных. Среди тех, кто тебя начинает окружать, попадаются иногда и достаточно интересные люди, у которых были свое прошлое и своя биография. Но тебе и это уже не интересно. Мир вокруг начинает тебя все меньше и меньше интересовать. Впрочем, как и ты его. Если жива мама, то это еще страшнее. Сначала ты приходишь к ней, чтобы отогреться и выпросить хоть немного денег. А она все время плачет и плачет. Потом кормит тебя жареной картошкой, как ты всегда любил. А сама сидит за столом рядом, подперев кулачком своим маленьким голову и вспоминает, каким ты был замечательным ребенком. И как она надеялась, что в старости будешь для нее опорой и кормильцем. И слава богу, что отец до этого не дожил. Не увидел такого позора. Хотя сам покойник, прости господи, тоже верным был слугой Бахуса. И смотрит на тебя все время, не отрываясь смотрит. Словно хочет увидеть то самое теплое прошлое. Ты не знаешь, что отвечать на это. Потому и кричишь на нее, злишься и уходишь, хлопнув дверью. А она уже на лестнице догоняет тебя и сует в руку мятую денежную купюру. И гладит по щеке, как в детстве. И непереносимо это. Иногда, в краткие мгновения просветления, где-то в самых закоулках сознания, робко вспыхнет мысль, надо что-то делать. Но такая тусклая будет эта вспышка, что мгновенно забудется и снова утонет в мутном потоке чего-то, что уже и сознанием назвать трудно. И будешь искать виноватого? Жизнь обвинять в том, что была она к тебе не милосердна? И стишки вспоминать, непонятно как зацепившиеся за остатки твоего в конец уже больного мозга. Господа, если к правде святой мир дорогу найти не сумеет. Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой. А сон-то оказывается никаким не золотым, а отвратительно тяжелым и бессмысленным. И даже не заметишь, как он станет смертью. Субтитры создавал DimaTorzok